Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему в регионе активизировались клещи, что обсудят на конференции диабетологи, а также как изменится экзамен на права. Ранняя весна привела к повышенной активности клещей. В Новосибирской области уже 175 укушенных, почти половина из них дети. Об этом заявил министр здравоохранения Константин Хальзов. Это в три раза больше, чем в апреле прошлого года. Неделю назад в Роспотребнадзоре заявили всего о 30 обращениях. Случаев заражения энцефалитом не выявили. Напомню, ученые из Института вычислительных технологий СОРАН создали онлайн-карту самых опасных мест на территории региона. Наибольший риск встретить клеща в Новосибирском и Сузунском районах. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе предлагают вернуть почетным донорам право на льготы. Инициативу озвучила лидер партии Сергей Миронов. По мнению справедливого Россов, нынешние денежные выплаты не в полной мере заменили те льготы, которыми пользовались доноры 15 лет назад. Их индексация отстает от реального уровня инфляции. Законопроект вводит для почетных доноров право на бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного транспорта, кроме такси, компенсацию половины расходов на оплату ЖКУ, а также 50-процентную скидку на приобретение рекарств. По оценкам экспертов, число доноров крови у нас составляет 14-15 человек на тысячу населения, а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения необходимо в три раза больше. Сегодня в Новосибирске стартует конференция «Сахарный диабет. От мониторинга к управлению». В течение двух дней специалисты разных стран будут представлять научные разработки и обсуждать новые методики. Это и клеточная терапия, когда пациента лечат его же клетками, и цифровизация диабетологии. Разработка методов лечения на основе математического анализа данных непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. На лечение в Новосибирск Дмитрий приехал из Московской области. Пациент опытный, с инсулиновыми помпами, живет с 2007 года. Говорит, пришло время переустановить устройство. Это не блажь, это не какое-либо стремление за чем-то новым. Нет, это именно стремление получить более технически совершенный прибор для более подходящей по требованию состояния здоровья. Контроль глюкозы идет постоянно. Накопленные данные позволяют оперативно менять настройки помпы, чтобы предотвратить возможные осложнения. В идеале, конечно, все хотели бы иметь такие устройства, которые не только анализируют сахар, не только меняют скорость подачи инсулина в зависимости от актуальных показателей сахара, но умеют прогнозировать сахар, какой будет сахар через какое-то время, и с учетом этого подавать инсулин. Пока такие помпы испытывают за рубежом. Но есть и другие приборы, которые позволяют и пациенту, и его врачу следить за состоянием здоровья в режиме реального времени. Время суток, когда у человека высокий или наоборот низкий сахар, сопоставляем это с параметрами его активности и дальше корректируем лечение под контролем записи непрерывного мониторинга гликемии. Такие данные можно получить с глюкометра. Куда больше объем информации дает специальный сенсор. Его устанавливают в подкожную клетчатку. Он считывает уровень глюкозы каждые пять минут. 360 анализов в день дают объективную картину. Помогают выбрать индивидуальную тактику лечения. Ученые используют эти данные и для того, чтобы выявить общие закономерности и применить их при разработке лекарств. Каждый препарат имеет определенный набор своих эффектов. По определенным механизмам. И соответственно для того, чтобы придумать что-то новое в плане лекарственных препаратов, нужно сначала понять, какие механизмы задействованы и как. Тут получается выход еще на новую фармакологию. Однако исследования и высокие технологии бессильны в борьбе с диабетом. Если сам пациент не будет соблюдать рекомендации, откажется от диеты. Это не болезнь, это образ жизни. Получается просто, если раньше я любила сладкое, то теперь я вынуждена как-то так. Если я раньше любила булочки, то теперь я предпочитаю отрубной хлеб. 23 и 24 апреля в Новосибирске специалисты разных стран обсудят проблему сахарного диабета. В России этот диагноз у нескольких миллионов человек. Наталья Цопина, Константин Менин, Новости ОТС. В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретическом экзамене на права. В конце года Госавтоинспекция планирует более чем вдвое увеличить количество вопросов. Всего в билете может оказаться 50 заданий. При этом они будут более четко распределены по категориям транспортных средств. Каждому вопросу присвоят определенное число баллов. Ранее в ГИБДД также заявляли, что планируют включить в теоретическую часть экзамена задачи по вождению в экстренных ситуациях. А в Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов, которые работают по найму. Это в частности водители большегрузов и таксисты. Жителям Новосибирской области напомнили о грядущих длинных выходных. В мае граждане будут отдыхать 9 дней. Об этом сообщил Роструд. В ведомстве уточнили, что соотечественникам предстает выходные с 1 по 5 число, а затем с 9 по 12. В следующий раз россияне будут долго отдыхать в ноябре, когда отмечается День народного единства. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети инстаграм УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро с новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему в регионе введен противопожарный режим, в каком Новосибирском ВУЗе запустят систему распознавания лиц, а также как принять участие в конкурсе добровольцев. В большинстве районов Новосибирской области введен особый противопожарный режим. Несмотря на то, что в регионе зафиксировали уже больше 300 термоточек, крупных природных пожаров за эту весну еще не произошло. При этом во многих других субъектах, в том числе и сибирских, огнем уже уничтожены не только гитары леса, но и жилые дома. В большинстве случаев огонь переходит на территории населенных пунктов именно от ландшафтных пожаров. Только за прошлую неделю шесть домов сгорели у наших соседей в Алтайском крае. Крупные возгорания в Хабаровском и самая сложная ситуация в Забайкале. Есть пострадавшие, больше ста семей остались без жилья. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился усилить информационную противопожарную кампанию и работу по профилактике и надзору во всех ведомствах и муниципальных образованиях. Чтобы до каждого беспечного горожанина, который выезжает в выходные на природу и разводит огонь, до самого упертого и упрямого селянина, который до сих пор считает, что сжечь сухую растительность это безопасно и полезно, чтобы дошло. Та угроза и угроза той трагедии, которая сегодня происходит в Забайкале. Поэтому просьба информационную кампанию усилить, развернуть полномасштабную, массированную, как я сказал, главам муниципальных районов, обращаясь снова с просьбой выполнить все необходимые мероприятия. В ближайший месяц в НЭТе начнет работу система распознавания лиц. Заявленные причины – безопасность, а также отслеживание посещаемости, причем как студентов, так и преподавателей. Об особенностях новой программы видеонаблюдения в сюжете Александра Попова. Нам нужны сейчас ваши фотографии, чтобы получить из них условно карту меток лица. Несколько фотографий для базы данных. И под прицелом видеокамер не спасет ни борода, ни приклеенные усы. Личность вычислят по другим параметрам. В течение доли секунды программа считывает особенности строения лица, нос, губы, глаза, брови и даже строения челюсти и перегородки носа. И, как мы видим, даже в условиях яркого света безошибочно меня идентифицируют. Аналогов подобных систем множество. Особенности разработки магистрантов кафедры ОСУ, непритязательность к железу, легкость и простота в установке. Мы перебирали алгоритмы существующие, то есть это все давно известно. Мы ищем оптимальные, попытаемся их исследовать и оптимизировать для более-более слабого железа. Гораздо более слабого. То есть то, что сегодня у нас здесь, это работает на таком приличном оборудовании, вообще должно работать, 1100-150. Наша конкретно работает на видеокарте за 15 тысяч рублей. Задумались разработчики и об этической составляющей. С одной стороны, понятно, что слежение за людьми, их распознавание – это вторжение в частное поле, в личное пространство. И это проблема. Но с другой стороны, у нас есть объективная потребность в социальной безопасности. В ближайший месяц система заработает в НЭТе, а задача на будущее – улучшить алгоритмы узнавания, привязать лица к характерной одежде и походке. И уже никакие бейсболки и капюшоны не спасут. Александр Попов, Евгений Агеев, Новости ОТС. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе предлагают вернуть почетным донорам право на льготы. Инициативу озвучил лидер партии Сергей Миронов. По мнению «Справедливого Россов», нынешние денежные выплаты не в полной мере заменили те льготы, которыми пользовались доноры 15 лет назад. Их индексация отстает от реального уровня инфляции. Законопроект вводит для почетных доноров право на бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного транспорта, кроме такси, компенсацию половины расходов на оплату ЖКУ, а также 50-процентную скидку на приобретение лекарств. По экспертным оценкам, число доноров крови у нас составляет 14-15 человек на тысячу населения. А по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения необходимо в три раза больше. Жители Новосибирской области приглашают принять участие в конкурсе «Доброволец России-2019». Заявки собирают до 16 июня. Об этом сообщает Пресс-служба регионального правительства. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России возрастом от 8 лет, а также юридическим лицом, который занимается добровольческой деятельностью на территории страны. Состязания проводятся по трех категориям – социальный проект, доброе дело и творческая работа. Напомню, «Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получили возможность реализовать свою идею на федеральном уровне. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram. ОТС «Нижнее подчеркивание ТВ». Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, кто может рассчитывать на перерасчет за вывоз мусора, какие льготы хотят вернуть донорам, а также в каких дисциплинах соревновались сотрудники офисов. Тем, кто летом переезжает из квартиры жить на дачу, сделают перерасчет услуги по вывозу мусора. Региональный оператор совместно с Новосибирским областным союзом садоводов разработал и утвердил форму соответствующего договора. Так, если собственник не проживает в жилом помещении больше пяти дней подряд, он вправе обратиться к региональному оператору с заявлением о проведении перерасчета и предъявить справку от администрации садоводческого общества, подтверждающий свое присутствие на даче, а не в городе. Лучшего учителя выбирают в Новосибирской области. Региональный этап всероссийского конкурса стартовал накануне и завершится в предстоящую пятницу. Среди участников преподаватели самых разных дисциплин, историй, иностранных языков, начальных классов, физики, математики. Первый тур очного этапа учитель-профи включает три испытания – презентацию, урок и методический семинар. Второй – мастер-класс, классный час и образовательный проект, а затем конкурсное испытание «Разговор с министром». По итогам состязания будут названы и награждены 15 лучших учителей. Абсолютный победитель отправится представлять Новосибирскую область на всероссийском финале конкурса. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе предлагают вернуть почетным донорам право на льготы. Инициативу озвучила лидер партии Сергей Миронов. По мнению «Справедливоросов», нынешние денежные выплаты не в полной мере заменили те льготы, которыми пользовались доноры 15 лет назад. Их индексация отстает от реального уровня инфляции. Законопроект вводит для почетных доноров право на бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного транспорта, кроме такси, компенсацию половины расходов на оплату ЖКУ, а также 50-процентную скидку на приобретение рекарств. По оценкам экспертов, число доноров крови у нас составляет 14-15 человек на тысячу населения, а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения необходимо в три раза больше. Пиджаки в гардероб, галстук долой, документы в корзину. Менеджеры Новосибирска покинули душные кабинеты и отправились на спортивный турнир. Только не волейбол играть и соревноваться в офисных баталиях, где главное усидеть в кресле и от души подурачиться. За веселыми стартами наблюдала наша съемочная группа. За результат в этом конкурсе отвечают головой, а на голове каска. Технику безопасности соблюдают строго, но капитаны команды не жалеют. Разгон на скейтборде в человеческом боулинге до 20 км в час. Это как на велосипеде по шоссе. В зале опытные команды. Многие в прошлом году приезжали и в позапрошлом. У нас 15 команд, из них и банки, и торговые компании, финансовые, производственные, телекоммуникации. О правилах договорились заранее. Судят на полном серьезе. Не попал бумажным снежковым в мусорное ведро, получи штрафной бал. Задел соперника офисным клесном еще минус очко. Конкурсы стараются не повторять. Каждый год придумывают новые эстафеты. У нас будет легче, включите! Вода, вода, вон, что не болит! Едем на офисном студии, обещаем препятствия, кидаем бумаги, в ведро, наливаем воду, едем обратно. В команде все равны. Когда еще можно на начальника прикликнуть, если он заработал штраф? Никакой субординации. Зато группа поддержки у каждой сборной. И, конечно, съемка соревнований. Можно и на корпоративный сайт потом выложить. Кроме спортивной, еще и развлекательная программа. Лазерное шоу, иллюзионист, концерт. Победители получают и кубки, и нужные для офиса вещи. Новые кресла и запас воды для кулера. Завтра опять к пиджакам, галстукам и документам. Зато в эти несколько часов полный отрыв. Сергей Толмачев, Алина Шефер, Алексей Зубила. Новости ОТС. Праздник тех, кто читает Шекспира, в подлиннике. Сегодня день рождения великого драматурга и всемирный день английского языка. Согласно данным ООН, в наше время Гамлета и короля Лира в оригинале могут прочитать миллиард человек. Английский считается мировым языком. На нем говорят в нескольких десятках стран. Не только в Англии, но и США, Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Он используется в качестве официального в некоторых государствах Азии и Африки. Существует так называемый стандарт English – чистый лондонский диалект. Он со временем претерпел множество изменений, поэтому англичанину порой сложно бывает понять англоговорящего американца или австралийца. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, где могут запретить продажу алкоголя, как православные готовятся к Пасхе и почему инспекторы Минкульта решили оценить репертуар театров. Систему охраны психического здоровья граждан создадут в России. В национальный план по борьбе с психическими заболеваниями включат и современную диагностику и эффективные методы лечения расстройств психики. По словам экспертов, только депрессия в России страдает почти 8 миллионов человек. Причем россияне крайне редко сами обращаются за помощью к медикам. Между тем, большинство форм депрессии успешно лечатся, в том числе и амбулаторно. И в продолжении медицинской темы прямая линия по вопросам здравоохранения пройдет для жителей региона. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области. Мероприятие состоится завтра. В этот день с 2 до 4 часов дня люди смогут задать интересующие вопросы по бесплатному номеру 8 800 700 84 73. На звонки ответят специалисты регионального министерства здравоохранения. Открытие навигации на реке Обь отпразднуют в Новосибирске. Мероприятие состоится в предстоящую субботу. Горожан ждут на Михаловской набережной. Для гостей праздника традиционно подготовили парад судов, торжественный марш курсантов, поднятие флага, выступления официальных лиц города и области и руководство речного флота. А также программа от лучших творческих коллективов города. Кроме того, музей Новосибирска подготовил экскурсию шесть мостов с берега. С 3 до 5 часов для активных участников мероприятия будет организована бесплатная прогулка на теплоходе. К другим темам. В магазинах, расположенных в жилых домах, могут запретить продажу алкоголя. Такое предложение предлагает внести в доклад Госсовета при президенте организации «Трезвая Россия». Соответствующее письмо направлено помощнику главы государства Игорю Левитину. Предлагается также увеличить минимальный возраст при продаже спиртного с 18 до 21 года. По мнению авторов инициативы, это поможет улучшить проблему алкоголизации населения и повысить показатели демографии. В случае включения данных предложений в доклад, они могут стать поручениями президента. У православных христиан началась Страстная Седмица. Неделя после вербного воскресения и перед Пасхой по-прежнему остаются строгие ограничения как в духовной, так и в мирской жизни. Подробности в материале моих коллег. Постятся в Страстную Седмицу даже те верующие, которым не удалось пройти 40-дневный путь Великого Поста. По монастырскому уставу с понедельника по четверг едят только хлеб, фрукты и овощи. А в Страстную Пятницу и вовсе отказываются от любой еды. На каждый день недели свое служение. В православных церквях проводят литургии. Сегодня, в Великий Понедельник, вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корней, как образ человека, погибающего, потому что не раскаялся в грехах. Великий Пост посвящен и направлен на изменение внутреннего мира человека к покаянию. То Страстная Седмица – это воспоминание последних дней земной жизни нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Посещать храм нужно ежедневно. Кроме ограничений в еде нельзя поминать умерших, проводить крещение или венчание, ссориться и сквернословить. А вот баня в чистый четверг, как и освящение куличей, по словам священнослужителей, совсем не обязательны. Так же, как и в крещении, так же, как и в верное воскресенье и, собственно, в саму Пасху, многие люди очень много значения передают внешние атрибутики. В святой воде принести вербочки в дом или прийти продукты питания, освятить – это дополнительная радость, которая никак не может сравниться с радостью самого события. В ночь на воскресенье в Иерусалиме сойдет благодатный огонь, а во всех православных храмах проведут праздничные богослужения. Екатерина Широкова, Артем Валевич, Новости ОТС. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе предлагают вернуть почетным донорам право на льготы. Инициативу озвучила лидер партии Сергей Миронов. По мнению «Справедливороссов», нынешние денежные выплаты не в полной мере заменили те льготы, которыми пользовались доноры 15 лет назад. Их индексация отстает от реального уровня инфляции. Законопроект вводит для почетных доноров право на бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного транспорта, кроме такси, компенсацию половины расходов на оплату ЖКУ, а также 50-процентную скидку на приобретение рекарств. По оценкам экспертов, число доноров крови у нас составляет 14-15 человек на тысячу населения, а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения необходимо в три раза больше. Репертуар оперных театров по всей стране проанализируют инспекторы Министерства культуры. В итоге должно появиться больше спектаклей на музыку российских классиков. Такое поручение дала вице-премьер Ольга Голодец. Впрочем, вряд ли в новосибирском оперном придется переписывать афиши. Так, на ближайший месяц в репертуаре пять раз «Лебединое озеро», а также балеты Хачатуряна, Прокофьева и Минкуса, которые хоть и австриец, но большую часть жизни прожил в нашей стране. И только три спектакля от зарубежных авторов. Инспекторы Минкульта оценят репертуар театров до 20 мая и после этого дадут свои рекомендации. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok